Будущее вне Земли. Печальный, но не худший вариант. Наша планета может быть уничтожена природными катаклизмами, или мы попросту исчерпаем полезные ископаемые, и тогда придется подыскивать себе новый дом. Марс кажется неплохим начальным пунктом, но основные мечты, конечно же, связаны с колонизацией других звездных систем. Будущее с инопланетянами? Почему бы и нет? Некоторые уверены, что пришельцы уже среди нас. Обнаружить внеземную разумную жизнь, скорее всего, будет непросто. На грани невозможного. Потребуется развить космические технологии до качественно иного уровня, плюс принять все возможные меры предосторожности. Но окончание фирменного одиночества во Вселенной определенно того стоит. Не так ли? Будущее с разумными машинами. Логическое продолжение предыдущего пункта. Если не повезет встретить инопланетян, нашими соседями могут стать разумные роботы, созданные нами же. Учитывая то, насколько за тысячу лет разовьется искусственный интеллект, скучно не будет. Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней. Сегодня мы все больше и больше используем информационные и развлекательные гаджеты. Возможно, не за горами тот день, когда дисплеи будут встроены прямо в глаза. Слияние человека и компьютера не столь страшно, как кажется. По крайней мере, можно будет не бояться восстания машин. Космические путешествия в будущем, которые мы хотели бы видеть, должны стать столь же простыми, как передвижения по Земле. Следует учесть не только бесконечные технологические аспекты, но и негативное влияние, которое на людей оказывает долгое пребывание в космосе. Возможно, это решится модификацией человеческого ДНК. Будущее без проблемы перенаселения. Население Земли растет на 1-1,5% каждый год, и такими темпами уже через 100 лет оно увеличится вдвое. И если места на планете хватит 100-кратно большему количеству людей, то вопрос мирового голода стоит гораздо острее. Выход. Не только технология, позволяющая создать питательную и дешевую еду из воздуха, но и правильное распределение материальных ресурсов. Мы не стали рассматривать варианты порабощения человечества инопланетянами или роботами. Зомби-апокалипсиса или обыденной мировой ядерной войны. Это за нас с радостью сделают фантасты и Голливуд. Мы решили посмотреть в далекое будущее с позитивом. Может, кто-то из нас даже сможет до него дожить. А если вы уже живете в это время и смотрите это видео, что маловероятно, тогда привет вам с 2016 года!